Отец – это безопасность, это уверенность, это любовь. Праздник отца отметили на Камчатке. Масштабное мероприятие для глав многодетных семей и семей участников СВО организовало Петропавловск Камчатское местное отделение партии «Единая Россия» совместно с региональным отделением, партпроектом «Женское движение Единой России», а также городским домом культуры СРВ. Раз, два, три и назад. Хорошо? Давай, бегом! Облачиться в полную экипировку, сдать норматив на время, ознакомиться с приемами тактической медицины, а также научиться собирать и разбирать автомат. В Петропавловске на площадке «Экосистема дача» гостей ждали тематические зоны, на которых все желающие могли примерить на себя роль бойца. Здесь же учили изготавливать окопные свечи. Предполагалось и творчество. Желающие смогли нарисовать картины, смастерить подарки и написать письма для бойцов СВО. Я считаю, что это правильно и нужно. Объединяться, объединяться, делать вот эти все вещи патриотические. Это очень в патриотическом воспитании, да, в этом плане очень нужно. Нужно. Мы очень мало проводим времени со своими близкими, и нужно как можно чаще объединяться и все это делать. А окопные свечи, вот конкретно мастер-класс окопные свечи, сейчас они ребятам будут очень нужны, очень нужны на передовой, очень помогают они им и согревают их сердца и души. Женского движения «Единой России» очень много нужных, важных направлений деятельности, но одним из ключевых направлений мы считаем оказание помощи и поддержки членам семьи участников специальной военной операции, ну и самим ребятам, нашим славным воинам. А вкусным подарком для гостей мероприятия послужили пирожки с камчатскими ягодами и ароматный чай. Давай двоем. С этой стороны. Аллея отцов появилась в городе Елизово. В парке Лозо высадили 10 саженцев голубой ели. Мероприятие, которое организовало Елизовское местное отделение «Единой России», приурочили также ко дню отца. У меня картинка сейчас прошла в моем сознании именно моего отца. Вот такое мужество, безопасность, такая защита такая, где-то строгость, вымереть стержень, такой, знаете, вот ствол дерева такой вот, непоколебимость, да, да. А мама, это цветочки, листочки, это любовь, это птички, вот солнышко, ручеек, вот это вот все. И в гармонии как раз вот она картинка. Этот праздник сейчас достаточно известен, потому что во всех учреждениях наших школьных, дошкольных садиках отмечаем этот праздник. Рисуем портреты, делаем поделки, ходим на концерты, посвященные дети устраивают в садиках, в школах. День матери, день отца, то есть день пожилых людей. Это очень хорошие, знаменательные такие дни, когда семья сближается, посещает наше учреждение, проводят с семьей, и вот теперь еще и садим деревья. Немаловажные события произошли непосредственно и в штабе общественной поддержки «Единой России». Детская художественная школа провела мастер-классы по рисованию портрета отца, а члены молодой гвардии помогли с написанием писем участникам СВО. Отец играет особую роль в каждой семье, потому что именно он формирует для мальчиков уверенность, силу, пример, ну и, конечно же, для девочек защиту, безопасность. Это главное качество, которое несет каждый отец в каждую семью. И для нас важно проводить таких мероприятий как можно чаще, как можно больше. Также для отцов с детьми была организована открытая тренировка по самбо на площадке «Фока Звездный». Она проводилась известной российской самбисткой и дзюдоисткой региональным координатором партийного проекта «За самбо» Светланой Галянд. Я пришел со своим сыном на тренировку по самбо, посвященную Дню Отца. Ну, что хочу сказать. Занимаемся мы уже 8 лет прекрасного тренера Светланы Алексеевны Галянд. Ну, что самое главное, чтобы он принимал участие в формировании характера своего сына. Чтобы была воспитана дисциплина, привычка к порядку, что, кстати, это очень хорошо формируется на тренировках по самбо. Добавим, День Отца отмечается в России каждое третье воскресенье октября с 2021 года. Именно «Единая Россия» заложила традицию его празднования. Субтитры создавал DimaTorzok